Ну и что, вы не ждали, я, как всегда, что-нибудь запилил. Ну что, у нас БМВ-тема. Вот они, кстати, распредвалы, установка Ваноса, и так, небольшой некоторый рассказ. Есть приспособление, вот таким вот я пользовался, я показывал в видосах, как, чего им ставить, можно пользоваться. Есть второе приспособление, вот такое вот, о чем сейчас пойдет речь. Значит, сначала валы, давайте просто глянем на валы, так, чисто про между прочим. Вот это, они оба Е, то бишь впускные, по-немецки обозначение, а это выпуск. Это М50 классический, который без Ваноса, без ничего, то есть самый классический. Это М54, он уже, естественно, вон он с Ваносом, со всеми делами. Если чисто визуально посмотреть и сравнить эти валы, то, ну, как бы видно, что на М50 классическом кулачок чуть-чуть пошире, то есть фаза там пошире. Насколько именно там фаза шире, я не знаю. Единственное, что я могу сказать, что база у них 38, одинаковая, что здесь, что здесь, базовый диаметр кулачка. Подъем вот здесь вот 9 мм, здесь 9,6. То есть вот этот вал по фазам, он немножко, скажем так, веселее. Но за счет того, что здесь стоит Ванос, вот эта вот фазокрутилка, которая его перекручит туда-сюда, из-за этого тут снимаются показатели по экономичности, мощности больше. И наоборот, даже на эти Ваносы делают у валы более узкофазы. Ну, так как там оно в разных положениях крутит, должна же быть экономика. Ну, и вопрос, конечно же, в их установке. Задняя часть, допустим, можно даже на глаз выставить. Окей, то есть для этого есть специальный момент, где оно центрируется. Ну, да ладно, мы оставим. Но, Ваносы, особенно когда у тебя их два, есть впуск, есть выпуск. Есть фирмовая BMW-шная приспособа. Вот это как бы реплика. Ну, в общем, хорошая лицензия, так? То есть все это дело устанавливается на головку, так? Ну, и дальше ты уже здесь смотришь вот эти вот моменты. То есть вот они стоят, пятачки, куда должны упираться один, ну, в этот поршенек Ваноса и второй. Как бы вся фишка вот этой вот всей системы заключается в вот этой вот величине. То есть если предположить, что вот эта плоскость, это плоскость головки. Кстати, оно без прокладки ставится. Там даже написано в инструкции, что ставьте без прокладки, потому что это лишняя длина. Там сколько там, ну, 0,5 миллиметра или 0,6. То есть вот оно. Это один у нас. Это выпуск. То есть он должен быть почти утопленным. И впуск, он должен быть максимально, ну, почти максимально наоборот, в другую сторону, ну, как бы выступать. Прикол в том, что вот эта вот штуковина, она стоит денег. И вот эта вот штуковина стоит денег. Из-за этого любой такой набор не фирмовый. Я сейчас не говорю за фирму, он будет стоить нормальные деньги. Что наши любимые китайцы сделают? То есть это тоже китайцы, это все скопировано, понятное дело. Но китайцы пошли дальше. Они такие думают. Мы можем упростить конструкцию. Мы можем сделать дешевле на более большое количество движков. Вон, 42, 44, там, 50, 52, 54, 56. Но даже дешевле. И как бы в чем отличие? Найди 10 отличий. Так? Ну, вот в этой штуке как бы окей. Вопросов нет. Да, вот это вот дороже будет, потому что тут из цельного куска. И вон видно, что оно выфрезеровывалось. Вот здесь оно состоит из нескольких элементов. То есть вот они, эти штуки. Оно все. Центрируется здесь. Окей, как бы. С этим понятно. Самое главное отличие, это вот оно. То есть все гениальное просто. Китайцы такие прикинули. Думаю, да зачем нам вот это вот все выпускать. Вот эти вот штуки еще здесь регулируются. Кстати, если ты не знаешь исходных размеров, ты можешь их так порегулировать. И веселуха у меня один из с этим была. Значит, зачем вот это вот городить? То есть линия. Где линия? Вот она, одна шпилька. Вот она, вторая. Одни из основных. И распредвалы примерно, ну, чуть выше линии вот этой вот этих вот шпилек они стоят. Ну, центра имеется. Они взяли, выфрезеровали из куска столюки вот такую вот штуковину. Которую имеют вот они. Вот они. Углубление раз. Углубление два. Понимаешь, как бы все гениальное просто. То есть вот он, он. Вот если вид сверху, да. Вот ты прикрутил, вот он. Вот оно выступание здесь. Вот оно выступание. И это же величина. Вот оно профрезерованное здесь. Все. Тебе больше ничего не надо. Ты вот эту планочку прикрутил, поставил. Ну, то есть их подтянул. Все есть, все видно. И вот эти вот проточки, фрезеровки. Это для того, чтобы можно было залезть ключом, затянуть все гайки фазокрутилки. Как бы все. Это головка с М52 двухлитрового. И, ну, в общем, видео об этой головке как-нибудь отдельно. Ремонтная головка. Так. И вот такой пример. Значит, берем сначала вот этот элемент. Ну, извините, я его затягивать не буду. Я чисто для примера. Вот ты его сюда вставляешь. Вот. Вот так вот. О. Вот он. Тут, кстати, вот эти вот элементы надо выкручивать. Иначе он не сносится. Когда ты его тут ставишь, вот эти вот элементы ты затягиваешь, чтобы он вот это вот здесь не шатался. То все стоит монолит. И, короче, это надо затягивать. Так. Ну, я сейчас, извольте, затягивать не буду. Значит, вот они ваносы. То есть, это у нас впуск. Ну, точнее, регулятор. Это у нас выпуск. Вот он здесь. Так. Вот он элемент. Берем его сюда. Вот он вот так вот здесь вставляется. Затягивается все. И, как бы, теперь вот эти вот ваносы. То есть, один щелк. Ты сюда его упер. Второй. Ты упираешь сюда. Ну, предположим, здесь установлена цепь, натяжитель. Вот этими вот штуками у тебя цепь натянута. Коленвал тоже у тебя зафиксирован. Я имею в виду сам вот этот элемент. Все. Вот оно здесь стоит. Вот в этом положении ты его можешь обтягивать, затягивать. Единственное, что вот, что в том приспособлении, что в этом. Я думал, что изначально вот эта штука, что здесь будет еще какое-то отверстие. Ну, именно в заводском варианте. И каким-то, ну, спецболтом оно будет фиксироваться. То есть, вот так вот, грубо, ну, оно ничем не держится. Если в момент затяжки ты его как-то вот так вот случайно тронул пальцем. Ну, что-то произошло. То, как бы, поздравляю. В общем, давай переставляй опять. И вот они, проточки. Вот они. Для того, чтобы гайку протянуть раз. Нижнюю тебе ничего не мешает протягивать. Вот он, нижний болт гайка. И вот этот вот болт вместе с гайкой. Вот. Если бы оно прификсировалось, то было бы немножко веселее. Ну, это, как бы, вот по заводу. Ничем не отличается от того. Все. Пожалуйста. Точность абсолютно, как бы, такая же. Ну, то есть, с одной стороны М6 с направляющей. С другой стороны, там, М8 с направляющей. Как бы, тебе не надо все обжимать. Тут оно даже и не обжимается. Ну, то есть, там просто шпильки. И из-за этого, за это ты платишь меньше, дешевле. Соответственно, ты экономишь. А эффект тот же самый. При этом был у меня когда-то в жизни. Точнее, не у меня, а у товарищей, не важно. То есть, есть у меня такой опыт, что вот на этой штуке. То есть, человек выставлял, выставлял, выставлял. Вот. Ну, ванасы. И получается так, что вот он ставит как-то. И, ну, все. Ну, то есть, оно касается. Ну, все, величина, все отлично. Затягиваешь вот эти вот. Начинаешь затягивать. И вот этот вот ползунок, он где-то на полмиллиметра отходит. Ну, он как бы вот этот вот. Он как бы утапливается. Ну, ты видишь, что здесь зазор. Этот нет, здесь зазор. Он опять все разбирает, ослабляет. Раз. Чикс. Закручивает. Ни хрена. Полмиллиметра. Вот. Занимался он, занимался, занимался этим. И плюнул такой, типа, ладно, хрен с ним. Собрал там полмиллиметра. Соберу так. Мотор ушел. Мотор работает. Наверное, по сей день ездит. А потом выяснилась такая информация, что он решил, где-то нашел вот эту величину, вот эту вот, вот этой поверхности. И выяснилось, что регулировка вот эта, у него каким-то образом она сбилась. То ли ее неправильно отрегулировали изначально. То ли она сбитая. Как раз вот на эти полмиллиметра. Понимаешь? Ну, то есть, с одной стороны, регулировка это классно. С другой стороны, если ты в чем-то не уверен. Кстати, черканите мне в комментах, я вот этими вот штуками еще не пользовался. Я не собираюсь. Тут вот она сделана из железа. Тут как бы, ну, штифты, железо, все. А здесь оно сделано из пластика. Я, конечно, не думаю, что это как-то, ну, существенно хуже. Вот он, пластик. Что оно не будет работать. Там вот еще вот эта регулировка. Ну, то есть, может, пластик даже. Лучше я, конечно, сомневаюсь. Ну, мало ли. Черканите в комментах, кто юзал, пользовался вот такой вот штуковиной. Работает как бы и то, и то. Все работает зашибись. Вопрос в том, что если тебе нужно, да и нечасто этот BMW собираешь, но нужно, чтобы было, ты пошел себе вот такое взял и закрыл вопрос. Вот он, кстати. Его название. F2004. Тут, кстати, у него написание, что, куда там приспособление и так далее. На эту штуку, на всякий случай, ссылку я оставлю в описании, кому интересно. Ну, а свинособаки идут на...